Сергей Сергеевич участвовал в кровопролитных сражениях под Сталинградом. Вместе с боевыми товарищами в 43-м он разбил немецкую армию, которой командовал генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс. Советские войска вынудили фашистов сдвинуться в сторону Ростова. На берегах Дона Сергей Сергеевич получил ранение и попал в госпиталь. Когда поправился, хотел вернуться на фронт, но по приказу командования его отправили на учебу в мореходное училище. Большую часть своей жизни он посвятил службе на флоте. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны и второй степени, а также медалями за победу над Германией и оборону Сталинграда. Вот эта медаль, это за оборону Сталинграда. Это для меня наиболее главное. Почему? Потому что вы знаете, что под Сталинградом погибло более полутора миллионов человек. Сталинградская битва началась 17 июля 42-го и закончилась 2 февраля 43-го. Красная армия сражалась против вермахта в Воронежской, Ростовской и Волгоградской областях. Фашисты хотели захватить большую излучину Дона и Сталинград. В итоге немцы увязли в оборонительных боях и капитулировали. Поздравить живого свидетеля тех времен с днем рождения пришли школьники из отряда юнормейцев. Что в программе? В программе чтение. Пара песен военных, правильных. Мы в палату тяжелого раненых ходим с трепетом и почтением. Представители городских властей вручили Сергею Сергеевичу цветы и подарки. По словам главы советского района Вадима Бородина, юбиляр занимается активной работой в Совете ветеранов. Встречается со школьниками на уроках мужества. Делится своим мнением, своим знанием, своими воспоминаниями. Ну и это толкает все-таки молодежь, воспитание молодежи, патриотизм какого-то в нашей родине. В советском районе Самары проживают 90 участников войны и 1163 ветерана. Ежегодно их приглашают в Парк Победы на праздники и на встречи с молодежью. Поздравляют со всеми важными датами и событиями. Анатолий Головко, Николай Епифанов, События.